Зоя Васильевна Столярова на лечении в Брестской городской больнице номер один уже не первый раз. Здоровье с молодых лет некрепкое, с годами лучше не становится. Седовасая женщина пережила все ужасы немецких концлагерей. Об этом вспоминать не хочет, больно, по сей день. Хотела, чтобы никогда новое поколение не узнали тех ужасов, которые пришлось пережить. Без лечения, наверное, меня бы уже не было. Врачи помогают? Безусловно, безусловно. Я постоянно нахожусь под контролем и в поликлинике. И вот последние годы, я в 19-м и в 19-м лежала здесь, в этой больнице, в терапии. А теперь вот попала. Ветеранам у нас, конечно, особое внимание. Потому что в больнице созданы условия для того, чтобы ветераны чувствовали себя комфортно. Для них у нас внеочередная госпитализация. В каждом отделении есть одноместные сервисные палаты комфортные, где все удобства созданы. Наши ветераны, они все уже люди пожилого возраста, очень уважаемого. Имеют, как правило, букет заболеваний. И требуют особого повышенного ухода, внимания, ну и сложности в лечении. Поэтому стараемся всю эту заботу им осуществить, чтобы персонал ухаживал и врачи лечили. С каждым годом ветеранов становится все меньше такова жизнь. Потому столь важна забота о них со стороны общественных организаций, руководства. Всех вместе и каждого из нас в отдельности. Родных, врачей, социальных работников, знакомых и совсем на первый взгляд посторонних людей. Краснокрестовцы уже в течение 25 лет проводят акцию «Поклонимся тем памятным годам», посещая в канун Дня Победы ветеранов в больницах. И 25 лет участие в ней принимают юные волонтеры. Мне бы хотелось пожелать им здоровья. Без него сейчас совершенно никуда. Самое главное, тем более вот они находятся в больнице, поэтому им оно как никому другому нужно. Также счастье им простого человеческого. В те годы в детстве, в подростковом возрасте им пришлось стуга. Хотя бы сейчас, чтобы у них было все замечательно, все хорошо. Спасибо им большое за их вклад в победу, за то, что они до сих пор еще с нами. Спасибо им большое. Ветераны Великой Отечественной войны, мы многое о них знаем, еще больше остается в их душах, крепко покореженных войной, но от этого они ставшими почерствевшими. Они добры и терпеливы, крепки духом и искренне, пока есть у них силы, сами помогают. Но время неумолимо, силы уже на исходе. Тем важнее для них поддержка молодых людей. Забота о ближних, особенно о людях преклонного возраста – это не обязанность. Это зов сердца таков принцип работы всех волонтеров Красного Креста. Продолжение следует...